МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На СТС городские новости Челябинск в деталях. Меня зовут Павел Седов. Сегодня в выпуске смотрите. Первый объезд и первое разочарование. Когда мы должны были его запустить? Мы должны были его запустить 27-го. Сроки сдачи перинатального центра не устроили Бориса Дубровского. И дома вовремя не сдали, и людей не информировали. Застройщика Паркового обязали вести онлайн-трансляцию с объектов. Праздник живота для голодных студентов. Я сегодня утром только поел. Что пришлось сделать конкурсантам за сосиски и колбасу? От шароваров к чуть расклешенным штанам на горнолыжных склонах смена стилей. Добились внимания. На прошлой неделе представители администрации города наконец-то встретились с дольщиками микрорайона Парковой. Напомню, главной претензией дольщиков стало несоблюдение сроков сдачи домов. При этом застройщик никак не прояснял эту ситуацию. Сегодня чиновники обязали компанию GreenFlight своевременно выкладывать фотоотчеты и вести онлайн-трансляцию со строительных площадок. На ходе встречи выяснилось, 7 из 18 домов уже введены в эксплуатацию. Только вот собственники квартир не знали даже об этом. Определились и сроки сдачи оставшихся объектов с февраля по июнь 2014 года. Первые уволенные работники ЗМЗ побывали сегодня на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Напомним, ЧМК предложил трудоустроить около 400 сотрудников златоустовского предприятия. Приехавшим на разведку первопроходцам устроили встречу с руководством, показали цеха, а также санаторий, где после трудоустройства смогут жить новые сотрудники. На разведку в Челябинск приехали 8 человек. Все они хоть завтра готовы отправиться в цех. Руководство ЧМК коротко рассказывает о перспективах. Предприятие готово принять около 450 рабочих. Бывшим сотрудникам ЗМЗ предложат или пятидневную рабочую неделю, или вахтовый метод. Проезд до ЧМК, до комбината мы тоже организуем, значит, на свой счет возьмем. А здесь, естественно, по цехам люди устроятся, им будет рассказано, какие будут условия труда, режим работы, потому что есть 12-часовой, есть пятидневная рабочая неделя. То есть каждый выберет то, что хочет. По оплате, ну, естественно, никакого разделения между нашими работниками и тех, которые к нам приедут, нет. Любовь Курина много лет работала на ЗМЗ крановщицей. Дети уже давно выросли, так что удаленность нового места работы женщину совсем не пугает. Да и специфика производства понятна и знакома, так что решение уже почти принято. Предложение заманчивое. Я считаю, что можно работать, можно. По сравнению с нашим медзаводом, воздух все равно почище. Здесь газоочистка лучше работает, чем у нас. Социальная политика на ЧМК, как всегда, на одном из первых мест. Кроме трудоустройства, бывшим сотрудникам Златоустовского завода обещают еще и неплохие условия проживания. Комната на двоих в санатории за счет предприятия. И сегодня же потенциальным работникам предложили посмотреть на свой новый дом. Трехразовое питание, книги и бильярд в свободное время. Сколько продлится адаптация новых сотрудников, неизвестно. Но многие уже предположили, что новое место работы может стать не временным, а постоянным. Если зарплата будет нормальная, то я думаю, что так как я холостой, могу переехать сюда. Электрометаллурги готовы протянуть руку помощи 250 своих коллег ЗМЗ. Еще 200 бывших работников Златоустовского завода могут быть трудоустроены на новый свинокомплекс, который строится в Увельском районе. Так же, как и на ЧМК, им предложат не только работу, но и место в общежитии. Наталья Хованский, Георгий Крысанков, СТС, Челябинск. Морозы вносят коррективы. Школы города меняют учебную графику. Знать о том, стоит ли отправлять ребенка в школу, родители могут несколькими способами. Обычно занятия отменяют, если средняя температура по городу ниже 25 градусов. Оперативный дежурный, единой диспетчерской службы. Связывается с управлением по делам образования и принимается такое решение. Такие звонки происходят первые в 10 часов вечера 22.00, затем в 22.15. Данная информация публикуется на сайте единой диспетчерской службы и отправляется в СМИ, которые принимают эту информацию. При температуре минус 25 градусов дети не учатся с 1 по 4 класс. Пятые, шестые и седьмые классы могут оставаться дома при минус 26.00. Если же столбик термометра опустится до минус 27 и ниже, на учебу отменят даже у 11-классников. Борис Дубровский подвел итоги первой недели на посту главы региона. Исполняющий обязанности губернатора уже успел встретиться с главами ряда городов и районов, представителями общественных организаций, а также оценить ситуацию, сложившуюся в области. Пока Борис Дубровский не спешит давать никаких оценок, вместо этого глава региона раздал первые поручения членам правительства области и главам муниципалитетов. Сомневаться в том, что чиновникам теперь придется отчитываться за их исполнение, не приходится. Одной из главных задач Дубровский называет возможность выстроить диалог с населением. Для этого исполняющему обязанности губернатора предстоит ряд деловых встреч, в том числе с представителями крупных промышленных предприятий. Глава региона намерен посетить и заседание ЗАГСобрания области, чтобы лично познакомиться с парламентариями. К слову, часть запланированных совещаний состоится в Москве с руководителями федеральных ведомств. Большой город крупным планом. Новостной обзор продолжит наш выпуск. Ушел из жизни народный артист России, почетный гражданин Челябинска Юрий Цапник. 68-летний артист кончался в ночь на 27 января после продолжительной болезни. Прощание состоится в пятницу, 31 января, в Театре драмы. Передача горздрава в ведомство области отложена до конца года. По словам чиновников, для безболезненного перехода требуется проанализировать последствия, определиться с руководством и обеспечить качество обслуживания. Многофункциональный центр не справляется с потоком клиентов. В ближайшее время в городе планируется построить районные филиалы. Первый на ЧТЗ, далее на очереди Ленинский район и Металлургический. Многофункциональный центр стал одной из остановок во время рабочей поездки Бориса Дубровского. В минувшую субботу исполняющий обязанности губернатора познакомился со столицей Южного Урала и посетил наиболее важные социальные объекты. Рабочую поездку по городу Борис Дубровский начал с Дворцов культуры. Сначала посетил ДК Колющенко, затем Центр детского творчества «Гармония». Изучил план реставрации и оценил масштаб будущих работ. Затем отправился в многофункциональный центр. Пообщался с сотрудниками и узнал о работе центра из первых рук. Народ приходит? Да. Сегодня нет людей, потому что суббота? Сегодня суббота, да, поменьше, а так народ бывает. Во второй половине дня пойдет народ. Хорошо. Как условия работы? Хорошие. Последним пунктом стал областной перинатальный центр. По плану открыться он должен был еще в декабре прошлого года. На деле же работы ведутся до сих пор. Когда мы должны были его запустить? Мы должны были его запустить 27 декабря. 27 декабря, сегодня. 25 января. Месяц прошел уже, и тут еще просто конь не валялся. По итогам поездки в мэрию прошло совещание. В разговоре с чиновниками, исполняющий обязанности губернатора, отметил, что Челябинск – лицо всей области. Это же какая-то наша маленькая столица, да? Наша маленькая столица. Есть такая, это я бы здесь правило, что столица должна быть таким локомотивом, который там ведет всю страну вперед. Вот хотелось бы, чтобы в Челябинской области был такой локомотив, и мы для этого все для этого есть. Анастасия Мельникова, СТС, Челябинск. Кричат болельщики «Гол!» В Челябинске завершилась спартакиада по футболу среди дворовых команд. Ежегодные соревнования для всех возрастов традиционно организует общественное движение «Соцгород». В минувшие выходные состоялась битва за первое место. Волю к победе не сломил даже 20-ти градусный мороз. Подробности у нашего корреспондента. Чемпионат по дворовому футболу в Челябинске проходит в 11-й раз. Количество участников с каждым годом растет. В этом сезоне более 100 команд со всего города. За финальной битвой наблюдает Александр Корюкин, человек, который участвует в турнирах с 2003 года. Года основания Челябинской спартакиады дворовых команд. Его с того времени играем, не переставая. В армию только раз ходили. Перерывчик сделали, вернулись, дальше играем. Удается выигрывать. Один раз уже побеждали в турнире. Александр признается, благодаря этому турниру он и его товарищи отказались от вредных привычек. Вообще участники и болельщики инициативу проведения подобных соревнований одобряют. Говорят, это не только спорт, это возможность сплотить весь город. Вот видите, как азартно болеют болельщики. В этом здесь выявляется сильнейшая команда. Но в итоге побеждает дружбу, побеждают люди, которые принимают активное участие в подобной организации досуга. Возраст участников спартакиады от 10 до 55 лет. Все поделены на три дивизиона. После упорной и жесткой борьбы определяется чемпион в старшей возрастной группе. Мы второй год выигрываем. И эмоции просто супер. Были сильные соперники. Памятные призы и фотография с призерами чемпионата. Радостное завершение турнира. Довольные участники делятся друг с другом эмоциями. В свою очередь, общественное движение «Соцгород» уже продумывает план спартакиады дворовых команд на 2014 год. Александр Куликов, Олег Салпанов, СТС «Челябинск». Прививать любовь к спорту и здоровому образу жизни нужно с детства. Соответственно, развивать и финансировать нужно не единичные направления, а делать упор на массовость и доступность. Об этом депутат законодательного собрания Челябинской области и лидер общественного движения «Соцгород» Андрей Барышев заявил в одном из выпусков нашей программы в рубрике «Главный герой». Если мы говорим о развитии спорта, массового спорта, если мы говорим о развитии спорта, чтобы наши дети были спортивными, чтобы они были задействованы в кружках, секциях, чтобы они не бегали по улице праздно, чтобы прививать любовь к здоровому образу жизни, мы должны подойти совсем по-иному. Вот возьмите, например, развитие хоккея. Хоккей нужно развивать. Давайте в каждый район сегодня построим по 20 коробок. По 20 коробок, 7 районов. Это получается примерно 150-170 миллионов на все коробки. Это единоразовое вложение. Потом не надо будет. Возьмите тренера ставки и занимайтесь. То есть там в три смены будут играть. Сегодня это доступно. Мы должны развивать спорткомплекс, должны развивать его массово. И тогда, наверное, мы будем говорить о здоровом поколении.